Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А это ты? Хорошо, что ты здесь. Нам как раз есть о чем поговорить. Музыка Продолжение следует... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Алло. Глаша. Это я, Глаша. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушай, я только что прилетел. Я же ничего не знал. Я тут включаю в новостях это все. Как ты там, моя маленькая, как ты пережила все эти похороны, эти разговоры, речи. Везде тут чушь собачью. А? А ничего не было, Андрюш. Его увезли на родину, в Иркутск. И все. В похоронах никого не было. Я не разрешила. Здравствуйте. Да. Но что ж ты мне сразу-то вообще не сообщила? Я бы... Ты где сейчас? На даче. На даче? Как на даче? Почему не в Москве? Подожди, я же, как я понял, на даче как раз и... Слушай, это... Это очень плохо, что ты там одна. Я сейчас приеду. Нет. Нет? Как, как, нет? Что значит нет? Нет, значит не приезжай. Послушай, Глаш, что происходит? Андрюш, ничего не происходит. У меня умер муж, я только что его похоронила. Понятно, Глаш, ну и... Извини, но я не виноват в том, что он помер. Ты не виноват? Никто не виноват. Это я. Да, Глаш, ну ты-то в чем можешь быть виноватым? Никто не виноват. Боли, мы-то виноват. Никто не виноват. Никто не виноват. Никто не виноват теперь. Ногín. Никто не виноват с собой светом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Малафира Сергеевна. Малафира Сергеевна, алло. Алло. Живы? Малафира Сергеевна. Алло. Алло, вы живы, нет? Малафира. А? Смотри-ка. Ай-яй-яй. Сам Марк Лавышин, пожалуйста. Что случилось-то? Вы чего, упали, что ли? Нет. Меня ударили. Кто, кто вас ударил? Я не знаю. Сидеть можете? Ай-яй-яй. Ай-яй. Тихо-тихо-тихо. Так, я сейчас водички принесу. Тихо. Сейчас посмотрю. Да. Не Так. Нет-то! Так. 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 Мам, где? Тихо, тихо, морг, 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 ай! Так, в доме никого нет, ну участки тоже никого нет. Нет, я оттуда шел, никого там не видел. В доме нет никого. Спасибо. Сейчас. Я же говорю, морг, что меня, меня ударили. Я вышла во двор, дверь оставила открытой. А зачем вышли-то? Подышать. Я была на качелях, услышала, как дверь захлопнулась. Прибежала посмотреть, что произошло, и она, она была закрыта. Дверь открыта была? Нет, Марк, дверь была закрыта. Я попыталась заглянуть в окно. Отошла назад. Здесь меня ударили, я упала. А вы, Глафира Сергеевна, вчера алкоголем не злоупотребляли? Нет. Нет. А то просто дверь-то открыта, вы на крыльце валяетесь. В доме никого. Я понимаю, да. Где мой телефон? Ой. Вы зачем дали ему телефон, Марк? Он зазвонил, я и взял. Вы зачем камеры выключили? Какие камеры? Камеры видеонаблюдения. Я не выключала. Ну, они отключены, в доме никого, кроме вас нет. Ну, я понимаю, ладно, наверное, вы хотели одна побыть, да? Чтобы вас никто не видел, не слышал. А кто вам из Иркутска звонил? Кто мне звонил? Из Иркутска. Мне никто не может из Иркутска звонить. У меня там никого не осталось после того, как Разлогов умер. Я не знаю. Ваш телефон. Марк, отвезите меня в Москву. Помогите мне, пожалуйста. Марк. Спасибо. Спасибо. Кофе я не предлагаю, вы же откажетесь. Вы очень любезны, спасибо. Глафира Сергеевна, у вас там… Что? На голове. Что, рога? Кровь. Кровь? Да, кровь. Ну что вы так побледнели, Марк? Вы крови боитесь? Нет, я подумал просто, если кровь может лучше к врачу, если вас там рано… К врача лучше не надо вызывать. Вы что хотите, чтобы завтрашние газеты написали о том, что приехавшая скорая нашла вдову Владимира Разлогова с травмой головой и его заместителя в обмороке? Я не в обмороке. Ну это пока. Ну что, куда вас там в Москве-то? Доставить в вашу квартиру? Нет. К Марине. К Марине Олеговне. В смысле, к бывшей жене Разлогова? Да. Да. Не надо к ней заехать. Непременно сегодня. Как скажете. Как скажете. который пришел в М trouк? Он был 100-летмен. Курской. Курской. ...? В смысле. Как можно было сказать. Курской. Как имеется расстреливание забота… Курской. «М��무 Бранни». Как нас重陽, Я удах… Сколько дней назад? Курской. Сколько дней назад? Миша, к вам все в телефон звонят. Вера Васильевна, я же сказала, что меня не нужно беспокоить. Нет, это бездарно. Бездарно! Может быть, просто? Может быть, удариться головой? Да, 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 да. Этот материал, его вообще нельзя было давать. Это понятно? Или нет? Так, а мы здесь при чем? Мы здесь ни при чем, Андрей Ильич. Вы материал видели? Что мне теперь не нравится? Мне ничего не нравится. Давай, думай, что мне теперь делать с этим материалом. Интересно, думай, что с этим делать. Это проплаченный материал. Тут три полосы, чем я их перекрою? Ты что, в октяне не догоняешься? Нет, объясните мне. Да? Человек помер. А мы даем его, как живого, еще с бабой. Нормально? А? Как ты помер? Неужели никогда не настанет время, когда можно будет упиваться, достигнутой мною свободы? Упиваться, лететь ввысь, неужели... Костя, ну, ты как всегда. Что? Прости. Прости. Я знаю, что не вовремя, в мыслях, в заботах. Прости, что вторгаюсь. Ты не болен? Да нет. Я здоров. Слушай, а как ты думаешь, мне нужно умирать в туфлях или без? Представь себе общий план. Окно. Я сползаю, стекаю по окну. На мне длинное платье, туфли и... Нет. Это будет неестественно, лучше босиком. А ты зачем пришел? Ой, я же совсем забыл. Я хотел, чтобы ты взглянула. Ой, я не люблю читать эти журналы. Там, что обо мне пишут, сравнивают с Кейт Бланш, да? Нет. Ты посмотри. Да я не хочу ничего смотреть. Ты посмотри. У меня сейчас главная роль, и я репетирую, и не хочу читать эти бульварные стива. Ты посмотри. Это ж твой разлогов. Ну, хорошо, хорошо. Не сердись, не твой. Но ты посмотри, посмотри. Это же твой разлогов. Видишь? А журналы эти все печатают. Ты представь себе. Уважаемый человек. Бизнесмен. Женатый, покойный. Но он же умер. А тут вот такие вещи. Слушай, какой кошмар. Кошмар какой. Бедная, бедная девочка. Какая девочка? Да жена его. Какой ее зовут? Клафира. Она теперь вдова. Вы пойдете со мной, Марк? Нет. Почему? Ну, знаете, в свете последних событий, я не хотел бы идти к Марине в компании с вами. Ну, подливать масло в огонь, так сказать, не желаю. Так что идите одна. Хорошо. Стойте! Остановитесь! Что происходит? Это я вам говорю, остановитесь! Андрей Ильич! Андрей Ильич, мы ей! Тише тебя. Мы не говорили! Тише! Мы не говорили! Я требую разбирательства. Я в полицию заявление напишу. Вы понимаете, что это уголовное дело? Понимаете? Подождите, второй руки убери! Если это подтвердится, вы просто пойдете под суд все! Вы просто хор и жулики! Это ты! Что я? Куда его делу? Тише! Вы ведь госпожа Светозарова, правильно? Я ничего не путаю? Нет. Ваши бандиты брали у меня интервью. Особенно этот. А если бы я маму спрашивала, мерзавец! Подождите, ну зачем бандиты, мерзавец? Ну зачем? Это наш сотрудник. Вот познакомьтесь, журналист Денис Столетов. Он вор! А когда один фотографировал, другой грабил! Да? Да! Девушка, что случилось? Что у вас украли? У меня украли персень. Но он очень дорогой. Вы себе даже не представляете, насколько. И это не просто персень. Это подарок. Айси, я прошу вас, успокойтесь. Послушайте, я выручаю, что... Девушка, девушка, милая, правая. Скажите, ну почему вы все-таки... Они сказали, что нужна интимная обстановка. Ну, для интервью типа лучше. И фотографии, чтобы были красивые. Ну, я и пригласила их в Ольков. Но туда никто никогда не заходит. Хорошо. Так, пожалуйста, в мой кабинет. И вы тоже оба. Бегом! Сапогов. Ты что, прикалываешься, что ли? Маринушка, к вам пришла эта... новая... ну, вашего бывшего покойного мужа. Вас спрашивают. А что-то случилось? Бера Васильевна, кто пришел-то? Мариша, ты чего сплашилась? Так, как я выгляжу? Хорошо. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Простите, что я к вам приехала так внезапно, без приглашения. Я понимаю, что это неприлично. Надо было позвонить хотя бы, предупредить. Ну, надеюсь, ничего страшного не случилось? Нет, нет. Тогда проходите. Прошу. Верочка вас проводит. Можно я... Да. Спасибо, Орисунку. Спасибо. Не надо этого делать. Хорошо. Зачем она пришла? Иди, это неприлично. Иди, иди, я подожду. Иди. Можно чаю? Пожалуйста. Марина Олеговна распорядится, я подам. А может, вы отобедаете с нами? Кстати, вы читали журнал? Здесь написано про вашего мужа. Может быть, вам будет интересно. Нет, спасибо большое. Наверное, обедать я не буду. И... Я просто хотела сказать вам пару слов. Наедине. Чей подавать? И я пойду, потому что я не очень хорошо себя чувствую. Марина, я... Мне не... Я не хотела, я не хотела... Так, и... Вы, пожалуйста, не волнуйтесь, потому что я тоже как-то начинаю волноваться. Хорошо, хорошо. Марина, вы видели Владимира в тот день, когда он умер? Нет. Мне важно знать. Нет? Зачем вам это знать? Вы что, решили закатить мне сцену ревности, так сказать, посмертно? Нет, нет. Ревность вообще ни при чем. Я просто хотела знать, как он провел свой последний день. А зачем вам это? Хорошо, я скажу, мы с ним не встречались. Собственно, я никогда не искала с ним встреч. С тех пор, как мы расстались, он для меня перестал существовать. Я проснулась в один день и как-то поняла, что я жила с неинтересным человеком. Ну, абсолютно. Он просто пустой, как пятак. Он даже не блестит. Просто плотный и все. Не тонкий. Никакой. И при этом вы жили на его деньги. Откуда вы знаете? Марин, я знаю, что он давал вам деньги. Я знаю, сколько он вам давал. Единственный вопрос, за что он вам платил, так много. Это не ваше дело. Вы явились оскорблять меня? Нет, нет, простите. Я вообще не про это. Я не хотела вас обидеть, я не хотела вас оскорбить. Я хотела спросить. Почему? Что почему? 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 Он платил вам так много. Ладно. Действительно не мое. Просто мне звонил Дремов, это наш юрист. Вернее, юрист Разлогова. И сказал, что... Не важно, что он сказал. Я просто вспомнила в связи с этим, что Разлогов переводил вам деньги каждый месяц с 10-го числа. Как раз сегодня. И? И вопрос в том, что завещание. Завещание еще не оглашено. Распоряжения, конечно, никаких нет. Вы понимаете, да? И я хочу, чтобы все было сейчас так, как при жизни Разлогова. А значит, я вам переведу деньги со своего счета сегодня. Простите, я в ваших деньгах не нуждаюсь. Спасибо. Марин, вы издеваетесь? Откуда у меня свои деньги? Это деньги Разлогова. Если честно, я не очень хорошо себя чувствую. И я просто никак не могу отойти от того, что произошло. Ох. Только не врите, что вы его любите. И переживайте. Я актриса, очень хорошо чувствую фальшь. Я вам не верю, дорогая. Но вы не должны мне верить, Марина. Достаточно того, что мы обе верим в то, что его убили. Я пойду? Да. До свидания. До свидания. Так. Значит, Ольков. Да, да, Ольков. У меня там перстень был. Он еще в такой коробочке лежал. Они вы сперли. Ну, я так просто это не оставлю. Я в полицию пойду. Олеся. Олеся, да? А что такое этот ваш Ольков? Ну, это у меня в доме такой бадуар. Но я никому не разрешаю туда заходить. Та же горничная. Там помещение. Отдельное. Ольков, бадуар. Может, у вас там и сейф? Да нет у меня никакого сейфа. Ну, там просто перстень лежал в коробочке. Они вы сперли. Ну, кроме них никто не мог. Я даже его ни разу не надела. Только на эту съемку дурацкую. Так, давайте разберемся. Сапогов, ты видел коробочку? Я снимал, чего я там мог видеть. Я тоже коробочку не видел. Андрей Ильич, мы не брали. Дэн, зачем вы с сапогом подпёрлись в этот бадуар? Ну, что, в бадуаре не обходи. Это я попросил. Там красиво, кадр хороший. Там освещение нам подходило. Я так понял, что последний раз этот перстень вы видели во время съемки? Я его сняла и положила в коробочку. Ну, после первого лука. Ну, а на втором... Мы пошли в гостиную с камином, правильно? Да. И никто из нас не возвращался в бадуар. Я сегодня обнаружила, что его там нет. Полезло и нет. Но кроме этих двух никто не мог взять. Надеюсь, ну, может, он куда-нибудь закатился там. Ну, поискать же нужно. Андрей Ильич, мы не брали. Честное слово. А ваш этот бадуар запирался вообще на замок? Ещё на какой? Ну, я там и пыль стираю сама, и убираюсь сама. Убираю. Правильно говорить не «я убираюсь», а «я убираю». Это... Алло. Да. Прохоров? Да, я. А кто это? Мне известно, что именно вы убили Владимира Разлугова. Что? Обдумайте эту информацию. Я сообщу вам, что хочу получить в обмен на молча. Постойте. Вас ещё куда-нибудь отвезти, Глафира Сергеевна? Да. Отвезите меня в Арсенофьевский переулок, к Андрею Прохорову. Вы знаете где-то? Знаю. Поехали. Разлугов, как ты с ним не жил? Что ты имеешь в виду? Ну, это странно. Место странное, квартиры. Это старуха, это женщина. Мне кажется, они невыносимые. Глаш, может, хватит? Да. Это просто у тебя не было Динки. Это потому, что у тебя не было нашего чудовища. Потому, что если у тебя был Димка, он бы тебя защитил. Слышь, Димка, о тебе и речь идёт. Он её любил очень. Он её любил. Такое бывает. Никогда не слышали об этом. Но она же врёт. Что она врёт? Марина врёт. Слушайте, чтобы фантазировать, что за бред? Врёт. Вот вы знали о Разлугову, больше того, вы с ним дружили. Как бы вы могли его охарактеризовать? Марк? Марк? Ладно, я вам помогу. Могли бы вы сказать, что Разлугов – человек блестящий? Послушайте, прекратите, пожалуйста, фантазировать и выдумывать, Глафира Сергеевна. Разлугов был блестящий человек. Это же Разлугов. Это же Разлугов. Где? Да вот, Разлугов. Но этого не может быть. Этого вообще просто не может быть. Посмотрите это. Да вы что? Да я веду машину. Нет, ну посмотрите это. В аварию попадём. Этого не может быть. Этого не может быть. Марк, этого просто не может быть. Этого не может быть. Марк, я ничего не понимаю. Вот теперь я точно ничего не понимаю. Так, что вы психуете, а? Прекратите психовать. Я сейчас позвоню Варваре, нашей секретарше, и попрошу её узнать, что за материал и откуда он. Хотя, наверное, это бессмысленно, потому что журнал-то, если можно так выразиться, ваш личный. Вы не понимаете. Вы просто не пони... А зачем вы ко мне приехали сегодня на дачу? Володя, Володя. Володя, Володя. Да. Алло, Волошин, у тебя две недели, я тебя предупреждал, две недели, но я вот еще максимум, ну вот три недели, ну это вот край вообще, наведи, наведи за это время на производных порядок, ну что это такое, завод в Оренбурге-то буксует, вот разлобов-то такого абсурда бы, ну вот не довел бы никогда, ну в противном случае у нас договора же, ну ты понимаешь, ну контракты, что же делать-то, а? Да, Марк Анатольевич, из Перми директор третий раз звонит, вы будете с ним разговаривать? Нет, я занят, передайте ему, чтобы ждал моего звонка, вам понятно? Конечно, я вас соединю, да. Ну и хорошо. Да? Сын Ольга, привет, милый, как ты там? Хорошо, мам, не начинай только, пожалуйста, прошу. Марик, послушай, я тебя прошу, ну признаки надвигающей депрессии у тебя, ну пожалуйста, ну возьми себя в руки, возьми путевочку, хочешь я тебе ее куплю? Ну поезжай, отдохни, милый. Мама, ну какой, ну какой подлечись, мам, разлога вы нет, документы пропали, заводы вот-вот встанут, премьер недоволен, у меня на все, про все две недели, ну какой подлечись, ну что ты говоришь? Все, я прошу тебя, прости, пожалуйста, не могу говорить, все. Андрей, Андрей? Андрей? Шуточка, ты все сидишь? А чего так поздно-то? У меня срочная работа, я ее доделываю. Ну класс, срочная работа у нее, когда шеф и так уже ноги кинул, а ты на него ломаешься, или на другого. Вадим, я не люблю таких выражений, это неуважительно. Подумаешь. Варя, а Варь, а откуда ты знаешь, куда пальцами тыкать? Ну ты же не видишь, куда тычешь? Вадим, ты мне мешаешь. Варь, а Варь, а почему ты мне никогда кофе не предлагаешь? Ты вот всем предлагаешь, а мне никогда. Если ты хочешь кофе, ты можешь сделать его себе сам. Варь, а Варь, а давай я тебя домой отвезу. Спасибо, Вадим, но мне нужно для Волошина доделать кое-что. А он тебе сверхурочные платит, это твой Волошин-то. Не твое дело. Кстати, который час? До полодиннадцатого уже. Это провал. Сами, пожалуйста. Варь, а Варь? Ну вы просто гений, правда. Потому что, как вы сегодня смогли сыграть эту любовь к сыну? Я же знаю, что у вас нет ребенка. Как? А ненависть? Марина, а ненависть? Ее сложнее играть или проще? Ненависть сложнее. Гораздо. В ненависть играть взрывоопасно, потому что ненависть нельзя носить в себе, как любовь. И когда ты достаешь из себя ненависть, ты как будто ковыряешься в собственной ране. Это неприятно. Но бывает ведь и холодная ненависть. Оля, а вы когда-нибудь ненавидели? Вот так холодно. Я? Да. А вы рассердились? Вы угадали. С покойным мужем Владимиром Разлоговым. Вы с ним общались? Мариночка, я вас умоляю. Ну, я бы это не... Вы прекрасно понимаете, что я не говорю на эту тему. Не говорю. Я прекрасно понимаю. Но вы понимаете, что у нас очень интеллигентный журнал. Но главный редактор, Марина... Хорошо, что вы хотите услышать? У нас прекрасные, ровные, дружеские отношения были до его смерти. Вы его любили? Да. Я его очень любила когда-то. А у вас? Конечно. Когда-то я его любила, и он меня очень сильно любил. Он был очень богатый человек. Нет, Олечка, он был очень бедный, потому что мы вышли замуж по любви. Разбогател он гораздо позже. Просто ходили слухи, что именно Разлогов спонсировал ваши постановки. И мне показалось, что, наверное, это серьезная потеря в вашей жизни после его смерти. Оля, я не нуждаюсь в спонсорстве. Есть еще вопрос. А почему вы разошлись? Почему я разошлась? Вот на это я точно отвечу на Богу. Вам нравится его вторая жена? Очень. Прекрасная девушка. Мы практически подруги. Вы сильный человек. Ну, я ненавижу слабых. Вы о Разлогове. Нет, почему о Разлогове? Просто не люблю слабаков. А вы жестокий. Почему? Я справедливая. Мы живем один раз. Чего бояться-то в этой жизни? Ну, да. У вас есть еще вопросы? Пожалуй, нет. Спасибо. Было очень приятно с вами пообщаться. До свидания. Спасибо. А вам ледь. На собственном столе такой бардак развел. А вот теперь умер. И кто, интересно, это будет разгребать? Странно. Очень странно. Чего странно? Да не открывается почему-то. Чего у тебя там не открывается-то? Ну-ка, дай-ка я попробую. Варя, ну отойди, дай, я открою. Да он не подходит. У тебя фонарик есть? Откуда у меня фонарик, Вадим? Ну, может, там чего застряло? Там не могло ничего застрять. К сейфу, кроме меня, Владимира Александровича не подходил никто. Да и к тому же он все время с собой ключ носил. А этот ключ тот? Конечно, тот ключ. Ключ был один. И Разлогов все время пытался его потерять. Говорил, если ключ пропадет, придется взрывать сейф. Да все бестолк, он вообще туда не лезет. Да я понимаю, что не лезет, но делать-то что? Да домой ехать. А утречком доложь Волошину. Ну, а он все и решит. Бумаги мне до утра с собой таскать, да? Они что, секретные что ли какие? Вадим, я не знаю, но мне нужно их убрать в сейф. Вот утром и уберешь. Он все равно сейчас не открывается. Поедем, а Варя. Марк Анатольевич, извините, что так поздно. Да, Варвара, что случилось? Дело в том, что у меня сейф не открывается. Что значит не открывается? Что с ним? Такое ощущение, что ключ не подходит. А пробуйте еще раз. Да, да, я пробовала несколько раз. Варвара, 11 часов вечера. Можно меня не беспокоить по всякой ерунде? А что мне с бумагами делать? Положите их к себе в сейф. Может быть, вы подъедете, я могу воздождаться? Почему я должен справлять ваши ошибки за вас? Но ведь ты же инженер. А это что за работа? Секретарша. Чай будешь подавать? Бутерброды резать? И буду. А какие еще услуги будет оказывать моя дочь? Что? Человек с высшим образованием. Пап, я с этим образованием никому не нужна. В ней я не пойду. Я там умру. Ты мне сам говорил, что там богодельная. Это лучше. Лучше, чем... Чем брдель. Папа. Пап, не волнуйся, я далеко пойду. Ты еще увидишь? Варя, разберитесь, пожалуйста, с этим самостоятельно. Хорошо, да. Надеюсь на вас. Извините. Ты что, хочешь, чтобы он тебя здесь до утра с этими бумагами оставил? Марк Анатольевич, а что мне с бумагами делать? Тебе домой, что ли, не надо? Надо. Ну так и поехали. Он что велел тебе с бумагами сделать? Побрать их в мой сайф, который в приемной. Вот. Давай, забирай их. Убирай и поехали. Прохоров, Прохоров. Афу. Продажная – это душонка. Ну, а ты тоже мне говорил же, встречайся с кем хочешь, а на курорты с любовницами. Вот черт, блин. Сейчас, сейчас посмотрю. Чего там? Да колесо, сейчас быстро поменяем. Мне выйти? Нет, только сиди тихо. В смысле тихо? Не прыгай. Да я и так не прыгаю. Ты куда? Давай-ка лезь обратно. Смотри, какой дожди наплевать. Лезь. Да мне нехорошо, что это. Да нехорошо тебе есть надо, потому что лезь обратно. Давай, сейчас с вами пальто наедилось. Тоже, блин, с нашим-то климатик. Как тебе не положено, пожалуйста, приехал среди ночи. Он что, тебе сказал, что приедет, когда ты звонила? Я ему звонила, он сказал, что все в порядке, завтра приедет. Алло? Мне известно, что именно вы убили Владимира Жаткова. Известно, за что и каким способом. Он лежит обдумать эту информацию. Я сообщу вам, что хочу получить в обмен на молчание. Варя, ну что опять? Марк Анатольевич, извини, что так поздно. Мне только что позвонил человек, он не представился. И что? Он сказал, что Разлогова убили. ЗВОНОК. МОТОК. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok